Дорогие друзья, всем привет! Сегодня на нашем техобзоре мы познакомимся с Гольмиевым лазером нового поколения Calculase 3 от компании Carl Storz. Итак, это компактный аппарат весом всего 35 килограмм, размерами 60-30 на 40 сантиметров, и его можно легко установить на приборную стойку в любой операционной. Мощность лазера 35 ватт, что делает его универсальным и можно использовать как для камней, так и для работы с мягкими тканями. Аппарат прекрасно подходит для выполнения нуклеаций аденомы простаты. Кстати, техобзорный марцелятор Unidrive Uro от компании Carl Storz вы можете найти здесь, на моем канале Урологи Ман. В комплекте с лазером помимо самого калькулеса идет электрический кабель, педаль, очки для защиты и воронка с трубкой для заливки охлаждающей жидкости. Без этого работать нельзя. Заливается жидкость, а это обычная дистиллированная вода через верхние отверстия на задней панели. Включается лазер простым поворотом ключа. Подключаем педаль на передней панели. Управляется лазер 10-дюймовым сенсорным экраном. После включения аппарата можно выбрать из списка процедур режим работы лазера. Это либо фрагментация, либо пыление, низкая ретропульсия, резекция, абляция или же коагуляция. Кстати, в режиме фрагментации для более эффективной работы можно выбрать одну из трех форм импульса – короткую, длинную, либо пакетный режим. Пакетный режим был разработан специально для минимизации ретропульсии или же отскакивания камней от лазера во время дробления. Новым свойством калькулэйс является автоматическое распознавание лазерных волокон, демонстрируется количество использований, предустановлены диапазоны минимальных и максимальных параметров энергии и частоты для всех режимов. Новым свойством калькулэйс 3 является автоматическое распознавание лазерных волокон. Обратите внимание, в нижнем левом углу появляется информация о диаметре волокна и количестве использований. Также предустановлены диапазоны минимальных и максимальных параметров энергии и частоты для всех режимов. Лазерные волокна поставляются в трех размерах 230, 365 и 600 микрон. И да, хорошие новости, калькулэйс 3, поставляемый в Россию, не ограничивает количество использований лазерного волокна. Ну что ж, пора в операционную. Итак, мы имеем пациента 57 лет с солитарным камнем левой почки до полутора сантиметров, плотностью 1100 единиц. Такой камень прекрасно подходит для чрезкожного удаления мини-инструментом. Обязательно хирург должен просматривать снимки перед операцией самостоятельно для адекватного планирования. Пациент расположен в положении на спине с приподнятым фланком на 25-30 градусов. Достигается это при помощи обычной свернутой простыни. Ассистент предварительно установил мочеточниковый катетер в полостную систему почки для облегченной навигации. Следующим этапом после установки мочеточникового катетера выполняется ультразвуковая инспекция расположения близлежащих органов и глубины залегания почки. В нашем случае почка расположена достаточно глубоко, и мы выбираем пункцию под рентген-контролем. Пункция выполняется при помощи метода триангуляции бипланарной. Мы смотрим в нуле и в боковом положении С-дуги. При этом выбирается оптимальная траектория иглы и выполняется пункция под рентгеновским контролем. Обратите внимание на монитор С-дуги. Мы видим, как полостная система почки под осцилляционными движениями иглы прогибается, тем самым говоря нам о том, что мы расположены у сосочка. И, пожалуйста, мы видим истечение жидкости, которое подает ассистент через мочеточниковый катетер. Далее мы устанавливаем проводник нетеноловый, который резистентен к заламыванию с гидрофильным покрытием, который прекрасно уходит в мочеточник, тем самым стабилизируя ход. Далее мы устанавливаем рабочий буш и по рабочему бужу ставим рабочий кожух или тоннель, через который мы сможем работать нефроскопом непосредственно в почке на камне. После чего мы выставляем необходимые настройки на аппарате Calculase. Начинаем мы в нашем случае с 0,4 джоулей и 25 герц, что в целом дает нам в общей сумме 10 ватт. Это безопасная мощность для работы в почке. Напоминаю, что в почке при наличии адекватного адекватной ирригации с жидкостью 25 ватт является верхним пределом по неписанным законам. Обратите внимание, мы переходим к лазерному дроблению камня. Настройки наши таковы, что они немножко распыляют камень и немножко его дробят. Нам не нужны большие фрагменты, которые могут улететь в полостную систему почки, тем самым свести эффективность операции на ноль. Обратите внимание, как мягко, превращая в тончайшую пыль, справляется лазер с камнем. Фрагменты чуть больше, так называемые спалиативные фрагменты, мы отмываем через кожух мини-нефроскопа за счет эффекта Бернулли. В нашем случае мы используем мини-инструменты компании Carl Storz. Это MIP-M набор 16,5 френч, наружный диаметр кожуха и 12 френч. Это диаметр нефроскопа. Идеальная комбинация для выполнения целей и задачи этой операции. Обратите внимание, как фрагменты, которые мы забираем, полностью уходят из кожуха. В конце операции мы выполняем финальную инспекцию. Мы оцениваем, все ли мы забрали. Мы осматриваем каждую чашечку, заходим в лоханку, видим наш мочеточниковый катетер. В этой ситуации мы заканчиваем операцию при помощи установки нефростома. Нефростома в конце операции перекрывается, на следующий день выполняется компьютерная томография, и вы можете видеть, что камня нет. Операция абсолютно эффективна. Итак, мы рассмотрели возможности новой лазерной системы Calculase 3 на примере мини-перкутанного дробления камня почки с использованием системы MIP-M от компании CarStorz. И как вы видели, лазер показал превосходное качество дробления. Подводя итог, хочется сказать, что Calculase 3 является универсальной лазерной системой и подходит как для работы с камнями, так и для работы с мягкими тканями. А отсутствие ограничения на использование волокон является приятным бонусом, особенно в нынешних экономических реалиях. Если у вас все же остались вопросы, смело пишите их тут внизу в комментариях. Спасибо!